Вот как у меня у дедушки с бабушкой. У меня была моя зимняя резиденция и летняя резиденция у меня была у бабушки с дедушкой. Вот летняя была, это мы с дедом построили хижину на дереве. Прям такой домик. Летом я торчал там. У меня там была стопка книг. И летом я обычно лежал на дереве в этом домике и читал. А зимой был на чердаке. У деда. Огромный чердак, собственный дом, короче. Огромный длинный чердак. И он был прям обставлен, как сказочный мир мальчика-мальгова. Там диван, книжная полка, светильник, вся хуйня. Вот. И чердак был всегда убран четко прям. Это как комната, как вот в сказке. А у Вовчика там плашиный рынок. И всякий прибамбас и пидорский, который каждый раз оставляет Демар. Мне кажется, Демар его ебет. Ныряю. Мне иногда кажется, что просто Демар его долгит в жопу. Мне кажется, они правда, пидоры. Причем ебет он его, наверное, раз пять в день. Вот они едут в тур вместе и проезжают по автобану. И каждый раз, когда они едут на заправку, он его долбит. Он ему делает задний квики. В попку. Демар Александр Демар ссыт в ове Драгу в жопу. Демар. Демар это отец Драгу. Пенсионер один такой, пидорас. Он Драгу долбит в жопу. Сыт ему в очко. Вон, чувак, не выдержал. И все нормально начиналось. Теперь в хуйня пошла. Все, я пошел. Давай, братан. Счастливо. Сколько лет Демару? Бля, минимум 64. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сделал то, что должен был сделать Я вырос в Казахстане У меня немного понятия Немного устарелы Это уже не ваш мир Я появился там не для хайпа А для себя Для себя, чтобы просто показать Я могу прийти один и выйти против такого огромного Барана один Даже рискуя Я вообще исходил с того, что я просто пизды получу Меня в щи расхуярит Я прям исходил из-за этого Ну реально, я же не долбоеб Я не думал, что я сейчас приду Амбала и мамашника просто возьму и нахуячу Но я хотел показать и себе И всем остальным Что мне не надо 10 человек вооруженных в маске Я вот сам приеду И сам выйду и даже из пизды получу Я это сделал Казалось, что он вообще-то пустышка И ни хуя там не произошло Не было никаких, блядь, ни ударов, ни синяков Ни хуя Я его порезал и уехал В принципе, вся история Он бросился на меня драться Он пытался мне переебать Я пригнулся, он попал хуевато Я ему в обраточку ебанул Тоже не очень так уж попал Мы упали вместе, короче Начали там, блядь, он меня начал душить Я взял бутылку, разбил ее, нахуу порезал Его нас растащили, я ему еще, блядь Воткнул ее в ногу Ебанул по ебальнику Когда нас растаскивали И все, там, что-то орал, блядь Меня вышибало, короче, вытащили Ничего там особенного не было Дело не в этом Дело просто в том, что Ну, ебаный врод Ну, посмотрите на меня Я, блядь, метр семь, семь ростом Я не качок, я не баклан А это тип, который просто, ну, ебать Выставляет видосы, где он качается Тренируется там, ну, блядь Спортсмен не ебаться И этот спортсмен не ебаться Не смог со мной справиться И после этого еще что-то рассказывает Уебывается Я в целый вышел У меня ни царапинки, ни вообще ничего Ну, ничего со мной не произошло Я никак не пострадал А этого долбоеба я порезал и уехал Вот вся история Но К чему я вел Это я сделал В следующую встречу И они будут церемониться Я не буду ничего доказывать Я либо, блядь, возьму бутылку Воткну ему нахуй в ебальник Прям в глаз Вот серьезно прям говорю Или в шею, или в глаз ее нахуй воткну А будет возможность А она будет обязательно Я просто решу этот вопрос уже так, как нужно Потому что я этой собаке показал Что я приду и выйду А в следующий раз Я просто реально соберу ребят Проеду и поломаю его И все Так что в следующий раз Мне 35 На все смотрю с улыбкой Пати не люблю Но пригласи Я приду с бутылкой Но церемониться я больше, конечно, не буду Нет, нахуй мне еще Ездить еще раз Не выходить баш на баш Нахуй нужно Реально Если случайно встречу, блядь Возьму бутылку Воткну в глаз нахуй А если буду знать, где он находится Где-то рядом То я прям втихаля Технично соберу ребят Проследим В масочках прям Чтобы никто ничего Никаких там ментов Никаких заяв Невозможно было Ебаную его Еще раз ему доказывать Что я, блядь, не трус Нахуй мне это нужно Он же все равно тупой Ебану И че задет Демар Я был слишком занят Не знаю Но ребята со мной Там присутствующие Рассказывали, что Бегал какой-то мужичок Одетый, как петушок Такой И буквально орал Что вы делаете? Не бейте Вову Оказалось, что это был Демар Боксер, да-да Сука Что я знаю Зачем это покушать Мы просто тут Болтаем И обо всем И ни о чем То есть Это же не в моих планах Блядь В голове засела Вот, если надо Сделать обязательно Я просто говорю Что вот Было так Бля, если честно Если был бы я трезвый Я бы даже нахуй Не поехал за плохой Но Все мои друзья знают Демоли Не надо пить Много Бля, я вот специально Не буду отвечать Насчет этой строчки Я когда-то там Не знаю Лет 5-6 назад Рассказывал про эту тему Сейчас я не хочу Рассказывать Не хочу, чтобы Блядь Мусолили Какие-то, блядь Мои гангстерские истории С прошлого Ну, нахуй Мне не нужен Такой имидж Так что В пизду Не хочу Какие-то, блядь С Хованским нет, да, ну и что будет, что думать, я такой гопник, увижу Хованского и полезу на него драться, что-то я, похуй, наверное, нет, таковой возможности не имеется, когда будет все готово, мы об этом сообщим, что можно прийти и посмотреть, что-то. Фок недалеко от Бандерга, у него какое-то учение, курсы какие-то, не знаю точно. Нет, Птах еще не виделся, я, может, на следующей неделе заеду к ним на студию. Блядь, как ты не заебал, мелкий школьник. И ты, кстати, тоже. Ладно, все, хватит на сегодня.